Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. На улицах города медики и активная молодежь провели акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения. Ежегодно от курения в нашей стране умирает порядка 400 тысяч человек. Мы против курения. Откажись, брось сигарету. Мы против курения! После выкуривания одной сигареты число ударов сердца в минуту увеличивается, давление повышается, сосуды сужаются, развивается состояние, которое со временем приводит к образованию тромбов. Риск внезапной смерти увеличивается в несколько раз. Мы будем рассказывать населению, как курение влияет на организм человека, то есть какие органы и системы страдают, и насколько человек может прожить дольше, не куря, и что он может получить, какие осложнения курильщики, которые курят каждый день. Цель акции в рамках Всемирного дня без табака – это мотивация курильщиков к отказу от никотиновой зависимости. Врачи рассказали, чем вредит здоровью пагубная привычка. Наверное, о вреде курения уже всем много всего сказали. Заболевания со стороны сердечно-сосудистой дыхательной системы. Отсроченные последствия тоже чреваты, как атеросклероз конечностей, легочная патология, утяжеление течения возрастных заболеваний. Курение грозит тем, что суживает последствия сосудов, естественно, нарушает проходимость сосудов, кровоснабжение, которое приведет к печальным исходам, ну, как гангрена, ампутации, то, что в моем профиле относится. Я работаю на флюорографе, где вот проходит самая основная патология, легочная патология. Мы определяем не только как бы заболевания, туберкулез, например, различные, но и видим, как легкие обычного курильщика, какие они пневосклерозированные. Главное, это, наверное, заниматься утренней пробежкой или вечерней пробежкой, вот, и бросить курить, конечно. И желательно, чтобы бросали не только вы, но и ваше окружающее семье, родители, папа, мама, бабушки, дедушки, чтобы вся семья поддерживала здоровый образ жизни. Волонтеры раздавали бесплатные буклеты о вреде курения. Также все желающие могли измерить рост давления, функцию внешнего дыхания, узнать уровень гликозы крови. Развести пульс-оксиметрию. Кровь на сахар брали. И измерили нормально. И измерили объем легких. Так что все нормально. Отрицательное. Всем, наверное, известно, что влияет и рак легких будет, и рак горла, рак губы, рак языка. Там все может быть. Мы против курения, потому что мы молодежь, в основном все молодые люди, кто здесь присутствуют, занимаются у нас спортом. Курение у нас вредит занятию спортом. И вообще просто повседневной жизни курение вредит. Я никогда не курил и как бы курить не собираюсь. И мне хорошо, мне круто. Всемирный день без табака – день, в который надо еще раз задуматься о вреде табака курения и о его печальных последствиях. В тот же день медики привлекли внимание к еще более глобальной проблеме к СПИДу. По решению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно каждое 3-е воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от чумы 20 века. Акция направлена на то, чтобы люди как можно раньше начали себя обследовать на ВИЧ-инфицирование. Как ни странно, но многие боятся или стесняются прийти и сдать кровь на ВИЧ. Не надо бояться, потому что ВИЧ-инфицирование и СПИД – это два разных состояния. Чем раньше человек узнает о своем инфицировании, тем дольше он будет жить. Акция направлена на то, чтобы донести до людей вот эту суть вот этого заболевания.